МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь-2 Распочинае программы репортер телерадо-компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Доброй ранецы. А май 996 тысяч жихаров Гомельщины приняли удел у выборах президента Республики Беларусь. Явка на участке для голосования склала свыше 90% от зарегистрованной колькости выборщиков. Такие дадзины приведены под час брифингу по выниках голосования у регионе. За действующий президент Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко подано более 88,8% голосов. На втором месте у нас Гайдукевич Сергей Васильевич, на третьем Короткевич Татьяна Николаевна, на четвертом Галахович Николай Дмитриевич. Я благодарен также всем членам избирательных комиссий всех уровней за ту огромную напряженную работу, которую они проводили на протяжении всего времени подготовки проведения выборов у президента Республики Беларусь. За тем, як проходила выборчая кампания. На Гомельщине сочили назиральники от международных миссий АБСЕ и СНД, громадских объединений и политичных партий, які деничают у Беларуси. Их простойники отзначили, что выборы проходили сгодно потребованиям национального законодавства и отповедали демократичным стандартам. Ніяких порушений у ухода перед выборной кампанией и у день голосования не зафиксовано. Могу сказать, что выборы прошли в штатном режиме. Согласно законодательству Республики Беларусь, замечаний не выявлено. Все было организовано очень-очень хорошо. Люди шли как на праздник. На наш взгляд, выборы состоялись, выборы действительны, с высокой явкой, которая для нас, в принципе, понятна. Потому что для граждан Беларуси, для избирателей, это самое важное общественно-политическое событие в жизни страны. Подсчет проводился открыто, гласно с соглашением всех строк протоколов. Выборы подготовлены на высоком, еще раз повторяю, уровне, где присутствовали наблюдатели от разных партий, общественных организаций и профсоюзных организаций, и от сбора подписей граждан были. На сегодняшний день каких-либо было бы замечаний, нами было не установлено. Все было на высоком и достойном уровне. До инших тем. Господарки Гомельской области завершили уборку кукурузы на зеленый корму «Силас» и наскошено на 260 тысячах гектаров, что складает 100% до плана. Все лета нарыхтована маль 4 миллионы тонн зеленой массы, что, прикладно, на 17% уменьшу праву на не с минулым годом. Знижение урожайности тлумачится не с прияльными умовами на дворьях этого лета. Межтым зараз техника, якая вызволилася, будет частково задейничана на уборцы кукурузы на зерне. Под яе сиолета отведено больше, как 35 тысяч гектаров, и уже убрана маль половых этих территорий, что складает 46% до плана. Забеспечение насельниц враслиноводчей продукции у межсезонной перы – это одна из наибольшь важных задач державы. С этой нагоды комитет державного контроля Гомельской области провел мониторинг широку сельско-господарчих предприемств региона. Разом с контролерами ситуацию оценили и наши корреспонденты. На Гомельшине протягивается уборка Городнины. Климатичные умовы сиолета оказали на урожайность, не который уплыв, але проблем по забеспечению насельництва явно не будет. Иншая справа, что все собраное необходимо заховать. У вынику омаль 10-годовой реализации отповедных державных программ на территории в области побудовали некольких Городнино-сховищев опошнего поколения. Правда, не глядяши на сучасность, контроль за их станом ведется постоянно. У минулом месяце специалисты комитета державного контроля снова провели их мониторинг и не знайшли никаких порушений. Мы осматривали в первую очередь сама готовность хранилища к хранению продукции. То есть это очистка, дезинфекция холодильных камер, пробирование, оборудование по созданию микроклимата для хранения, то есть как бы исправность и поверка приборов контроля за микроклиматом. У гэтым годзе формировать стабилизационный фонд на Гомельшине будуть 12 сельскохосподарчих предприемств и одна фермерская господарка. Комбинат «Усход» Гомельского района сёрот их. Сучасный Городнино-сховища тут увели у эксплуатацию в 2012-м. Сюня тут можно заховывать практически усе культуры. У вогулі, по информации администрации комбината, сёлято у первую чергу по причине сухого надворья уроджайцы буля оказався крыху меньше леташнего. Морквы на тем же узровне. Зато и бульбы, и бураков сабрали больше. Правда, залежить однодворья у господарцы на меру не маюць и им кнуса минимизовать макчимые страты. У тым лёку прос укоронение передовых технологий и набыцё новой техники. Мы пришли к полному перевооружению отрасли картофелеводства, конкретно по выращиванию картофеля и по выращиванию овощей. Мы закупили шлейф современного оборудования, начиная от посадки до предрадиционной подготовки картофеля и тех же самых овощей. Комплекс новых сажалок, посадочных машин, новых картофелевоборочных комбайнов, новых сейлок овощных. Сёня у комбинации «Усход» планы по закладце Гароднины на зимовый период перевыконываются. Той же бульбы, например, у «Сховища» уже 120% от першопочатковых заданий. Цы були у воголю у 4 разы больше. У инших сельгазпредприемствах доведенные планы обіцаюць выконыць так сама. Одночасово у Гомельской области створена рабочая группа, якая будет контролировать якась Гароднины, что поставляется у гандлёвую сетку. А так сама цены на ее. Есть усе подставы стверждают, что за зиму и они значительно не повележатся. Как по прошлому году судить, что было осенью, что было весной практически на одном уровне? Незначительно. Скорее всего, не столько проблематично это будет и по цене это для населения, сколько это больше, наверное, все-таки проблем будет для нашего хозяйства. Потому что рынок диктует цены, а, соответственно, цен высоких мы не наблюдали по весне. Ну и сейчас осень тоже, скажем так, уровень цен относительно невысокий. Я бы сказал, что для, например, на ярмарках цены, я вижу, какие выставляются с предприятиями нашим хозяйством, довольно-таки доступные цены. Олеся Нцюрова, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». У листопаде на территории Гомельской области з'явится первая платная аутодорога. Транспортная артерия М-5 уже целиком реконструевана. 86 километров якосного покрытия, дополненного новыми указальными знаками и объектами придорожного сервису, станут платными. Як будет проводиться оплата и на что накеруются отриманные сродки, доведалась Аханна Ковалева. Еще несколько лет тому, эта дорога выглядала совсем иначе. Сегодняшем 5, яка излучает два буйнейших городов нашего региона, «Гомель» и «Жлобин» отповедает всем сучастным стандартам. На иноше асфальтовое покрытие, надеянные огороджи и умоцеванные обочины. Все это позволило повеличить худкостный режим и при этом захавать узровень безопасности. Реконструкция была произведена на основании инвестиционного проекта с китайским «Эксимбанком». Инвестиционные вложения составляли 400 миллионов долларов. Фактическая стоимость на конец строительства составила 350 миллионов долларов. Транспортная артерия поширилась с двух до четырех полос. Побудована и отрамонтована 11 мостов и 5 путепроводов. Реконструкцию завершили в конце минулого года и до этого часа автомобилисты коррестались дорогой бесплатно. Однако с первого листопада за каждый километр придется платить. Отриманные сродки пойдут на обслугование дорог, подтримание их якости и покрытие расходов по реконструкции. Использование системы «Белтол» обязательно для водителей легковых автомобилей общей массой менее 3,5 тонн для транспорта не из Таможенного союза. Водители таких легковых транспортных средств из Беларуси, России, Казахстана в настоящее время не платят за проезд по платным дорогам. С 1 ноября текущего года к ним добавятся также водители легковых транспортных средств из Армении и Кыргызстана. Эти две страны присоединились к странам Таможенного союза. Остатнему тымлеку водителям микроаутобусов, автобусов и грузового транспорту навыц беларуским грамадянством придется оплашивать проезд. Чим больше босил у автомобиля, тем выше и кошт. На М5 уже установлены пять рамных порталов для оплаты. Спробуешь проехать зайцем, будуть каштовать 100 евро за каждое порушение. Доречу, в ближайшие годы списплатных дорог у Хомельской области пополнится еще двума. Уже распроцованы планы реконструкции магистралев М8 и М10. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Правооховные органы означают срост выпадка у выявления фальшивых грошей на территории Гомельщины. С початку года по таких фактах узбуджено больше, як 70 криминальных справ. Частей за все подробленная валюта увозится жихарами в области с замежа в Беларуси. Иншая подробязность темы у материале наших корреспондентов. На працованном столе экспертов черговый подозронный банкнот. Такие регулярно передаются сюда органами внутренних справ и Следующего комитета. Пальму першинства у обороте фальшивых купюр тримает российский рубиль. За всем крыху вступают американский доллар и евро. Миновита соправдность европейских. Гроши тяжей за все вызначить неузброенным ВОКом. Они чисто внешне очень похожи на настоящие. Отличаются только по способу изготовления. Способы изготовления денежных билетов Европейского Союза мы определяем при помощи уличительных приборов, которые мы здесь используем. Это микроскопы различные, приборы регула различные, в ультрафиолетовом излучении, в инфокрасном. После заключения экспертизы узбуджается криминальная справа. Часом 4-5 за сутки. При тем, что, звычайно, граждане не догадываются об тем, что у их кошельках лежат фальшивые гроши. Высветляется готов момент обмену валюты. У одним из започных таких выпадков предпримальник принес у банка сразу 7 подробленных купюр по 200 евро. Гамельчанин отримал их от незнайомого мужчины у Бранску. Поддельные денежные средства на территорию Республики Беларусь поступают из стран СНГ, с территории Российской Федерации либо Украины. Факты печати непосредственно у нас на территории поддельных денежных знаков Европейского Союза долларов США либо российских рублей нами не устанавливались. По избежанию ситуации приобретения поддельных денежных средств можно порекомендовать гражданам приобретать их только в банковских учреждениях. Руслан Прелясковский, Сергей Нигеревич, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания Гомель. У Германии прошел чемпионат Европы по спортивной акробатицы. Сборная Беларуси завоевала на гэтых споборництвах 19 медалев, 7 з'их на рахунку спортсменов Гомельской в области. С переможцами и призерами сустрелся Максим Савин. Континентальный чемпионат удал асклався для национальной команды нашей краины. Два годы тому на европейской арене беларусы завоевали на два медалей меньше. И это с уликом того, что конкуренция у спортивной акробатицы значно взросла. Признанным лидером, у лику яких беларусы уже наступают с напятки. Сегодня уже такая тенденция, что порой бывает и Россия, и Украина, и Беларусь может проиграть Англии, Португалии. Ну вот настолько уже выросла акробатика в мире, в Европе. За 7 узнагород, завоеванных представниками Гомельской в области, 5 у активовых оландцев Гомельской издюшар номер 4. У дорослых споборництва гомельчанин Артур Беляков у пары с брюшанкой Вольгой Мельник завоевал две бронзы в Многоборье и Балансе. Тройка в складе Кристины Лишовой, Александра и Ксении Миламед привезла с Европейского чемпионата две узнагороды. В юниорских споборництвах они завоевали золото в Балансе и серебро в Многоборье. Больше за 9 месяцев подрыхтовки стали подмурком для удалого выступления. Тем более, что для спортсменок это был дебют на Евроарене. Мы на первое место, конечно, не рассчитывали, но где-то у меня души очень надеялись. А вот вообще быть в призах да, рассчитывали. Удалым дебют на чемпионате Европы отримался и для четверки юниоров. Андрей Сербунов, Антон Колесников, Владислав Щербитов и Павел Короткевич выиграли бронзу в альтышных практикованьях. Часу на отпочинок после чемпионата Европы у спортсменов Няман. Проспал года наступный отказный старт. Чемпионат Свету, где гомельчане так само мают намер змагаться за медали. Максим Савин, Дмитрий Радзянко, телерадиокампания «Гомель». И гэта был апошний сюжет выпуску. Студы працавала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жыдаем вам удалого дня и до новых сустречу эфиры.